здравствуйте в студии владислав юрицын мы продолжаем нашу рубрику сделано в казахстане у нас в гостях олеся артемьева художник здравствуйте добрый день так алиса вот что вы делаете в казахстане и в какой нише вы работаете я работаю в древней японской культуре называется наша она это шти вековое древнее искусство японское но работа здесь каста не живу в алмате и творю здесь а я просто это ваш как бы один из источников дохода или вам хватает этого на жизнь еще зарабатываете в других сферах нет на данный момент конечно к сожалению но я стремлюсь тому чтобы я могла заниматься только творчеством и искусством ира зарабатывать до себе на жизнь потому что все равно даже моя техника это очень дорогая техника потому что там используются природные материалы и они не всегда бывают очень дешевые но я работаю в маркетинга рекламы и пиар и зарабатываем рассказать на данный момент пока эти но ваша ниша она связана с искусством и скультурой коммерциализируйте искусство сама ваша деятельность маркетинга это во первых все равно творчество это искусство то есть немножко конечно там с цифрами да есть такое ну там очень много творчества ну последние несколько лет я работаю с проектами связано все равно развитие искусства и культуры то есть я организовала выставки концерты работаю с дизайнерами мировыми дизайнерами и меня много на этот год особенно много проектов но все они связаны с развитием искусства и культуры поэтому я пересекаюсь немножко и коммерчески связаны с искусством и сама занимаюсь искусством ведь а вот эта ниша в которой вы работаете вот вы со своей позиции видите как она расширяется сужается ли она стабильная нет после за последние года можно сказать то что она действительно расширяется и очень хорошо расширяется у нас организовываются государственные проекты очень большие творческие у нас проходят выставки у нас департамент культуры делает тендера всевозможные для развития данного направления у нас проходит вот мне очень нравится проект арбат фэс да то есть каждый год он все массивнее интереснее там действительно выставляет свои работы творческие люди неизвестны никому но они с помощью это поднимать свое имя и имеются но люди начинают интересоваться и конечно у нас рынок растет и дай бог он чтобы он еще больше рос и у нас открывается и частные детские школы искусств и ближайшее недавно время то есть была информация о том что у нас откроется институт искусств то есть может быть на следующий год в этом году открылась большая детская школа искусств поэтому есть чем творить и это очень замечательно что рынок растет видите вот это вот древняя формула мол художник он обязан быть голодным он худой но гордый он художник вот с этим что-то меняется художник становится богаче в казахстане я не могу сказать опять же за всех да потому что есть люди которые уже зарабатывают это опять же с помощью хорошего пиара потому что без пиара ничто не продается без реклама двигатель торговли неважно какой какой какая сфер деятельности искусство то или бизнес какой-то другого направления вот то есть но многие люди опять же зарабатывать побочными своими заработками то есть дай бог чтобы у нас опять же люди смогли зарабатывать как во многих странах это эти люди наоборот можно сказать богаче что духовно что физически что материально у нас пока я думаю что не совсем на таком уровне а вот дефицит меценатов он как-то воздействует на вашу сферу конечно конечно у нас вот я много как бы изучая вот у нас нет оценки искусства например до направления вообще нет когда читаешь информацию где какие-то выставки проходят или еще что-то в этом роде в даже в прошлом году может быть все ему известно россия провела год культуры искусства 28 галерей только открылась в россии во москве это огромное в москве город москва 28 галерей большинство это меценаты почему потому что у них есть свои бизнеса с помощью искусства можно зарабатывать опять же продвигать свое другое направление то есть это такое вот пересекающее движение заработка продвижение у нас этого пока очень слабо потому что опять же у нас не развито это все равно направление оно только 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 начинается но многих странах это поставлено на большие потоки даже вот опять же я восхищаюсь может быть этим городом бишкек там это на каждом углу и люди работают и зарабатывают и они живут этим и других у них нету доходов поэтому меценат это комплексное явление он должен быть и хозяин своего бизнеса чтобы распоряжаться деньгами и нет-нет культурно образованным чтобы понимать что это ну да то есть одно дело на на porsche потратиться и другое на картину или у вас картина это называется у меня картина поэтому я художник то есть они у вас из природных материалов химию не используете есть одна химическая составляющей картин это закрепляющий материал я не скажу какой потому что меня это не вот есть закрепляющий химический состав потому что все равно природный материал дать и специи крупы по под влага они все равно не деформируются хоть у меня работа висит не защищена уже с 2005 года в первую от которой я работаю на пробная работа делалась висит дома сколько лет уже получается 10 с ней ничего страшного ничего не произошло любое искусство должно быть чтобы ваши ошибаны покупали люди тоже должны знать о существовании такой техники и понимать в ней получается ваши покупатели из казахстана или все-таки заграничные на данный момент это больше заграницы опять же почему то есть во первых это такое умирающее искусство и многими людям интересно получить то что никто никогда не получал то есть ну быть чем-то индивидуальным а у нас очень много людей которые занимаются живописью во всем мире очень много людей которые занимаются живопись почему я не выбрал это направление я хочу выделиться да это наверное амбиции какие-то да мои человеческие она работа с природными материалами это как сказать даже это вот я вхожу в какой-то может быть транс вот с природой вот это вот другое совсем то есть это во первых моторика я же работаю руками не работаю кистями там какими-то другими это все работа руками и это другой и люди когда покупают мои работы это большинство иностранцы они во первых не не видели такого это интересно они хотят то есть ошибана может купить чек которые раньше не видел он просто увидел и понравилось да то есть большинство это не то что я специалистом ошибану восемнадцатого века девятнадцатого отличие нет 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 очень очень мало людей которые владеют ну вообще этим направлением плане хотя бы знания то что есть такая техника а вы как этому научились опять же я училась детской школе искусства со второго класса на модельер конструктора но у нас было направление очень сильно развита дп и декоративно прикладное искусство вот то есть и опять же с учетом того что я не очень люблю технику я не стала модельера да я могу рисовать я могу кроить я могу руками шить но не машинкой то есть я не люблю этого просто не люблю и я пошла больше в оформительные работы мне сестра больше на пошив пошла я больше в оформительной работы работы с руками и там я уже начала изучать природный материал просто даже где-то самостоятельно я собиралась всевозможных даже не поверите жуков потому что я их использую в своих картинах зелененькие меня наверное не убьют надеюсь что там жуков использовал вот я собирала разные травы то есть я смотрела разные фактуры а потом получается получается в 2000 на начало годах я очень полюбила восточную культуру начала изучать китайскую культуру японскую культуру и там вот я столкнулась первый раз в изданиях с японским искусством ошибана опять же с учет того что я не знала что я уже этим по сути говоря занималась мне было интересно я начала это изучать какая фактура где рядом с какой фактурой ложится какой оттенок даже вы не поверите цвет крупы меняется при близлежащей другой крупе визуально на картине у нас природа обделена достаточно так голубыми оттенками но у нас есть маг если с близлежащей другой фактуры она смотрится голубая а где-то она бывает черная то есть и поэтому все это меняется и вот это изучала изучала и хотела в японию поехать учиться этим искусственно пока не училась немножечко творчество только часть она стала более-менее понятной а теперь как вы это как вы там удаляется коммерциализировать в 2014 году я провела свою первую профессиональную выставку и с помощью этого можно сказать я немножечко прорекламировала свое имя в области развития искусства и культуры у нас достаточно опять же повторюсь очень много творческих людей которым и нужно их продвигать так как я работаю в области маркетинга рекламу уже с 2002 года то есть это большой опыт работы в разных структур и любому направлению нужен пиар и правильный подход у каждого есть свой покупатель свой рынок здесь правильное построение творчество с можно сказать бизнесом соединение двух направлений можно и зарабатывать и работать и поэтому ко мне сейчас на данный момент обращаются творческие люди для того чтобы я им организовала то выставки только концерты какие-то мероприятия именно творческим людям извините я так понял у вас какое-то чутье на творческих лей а вот если это не касается ошибаны как вы видите что этот человек с его творческими наклонностями может быть продан на рынке изучение опять же рынка нашего казахстанско близлежащих странах опять же работа с разными людьми позволяет пониманию кого какое как бы желание да то есть какие-то цели какие-то вот эти человек все равно он хоть бы бывает такой достаточно серьезно там банкир но у него есть свои слабости он любит музыку такую-то такое то есть это изучение людей то есть на выставке определенные там какие-то мероприятия приглашать тех людей кому немножко схоже приближенность вот этих вещей чем человек старше тем он больше становится духовно обогащаться поэтому он или уходит музыку или там в картины или какие-то эти вещи и с помощью вот этих людей можно рассказывать и продвигать опять же есть еще такая статья до вложения денег и если взять международной практику вложение денег в искусство это намного выгоднее чем вложение денег в те же земли недвижимость там машины в нефти там банк положить свои деньги почему потому что искусство она скажет днем дорожает и не обесценивать никакой кризис ему не страшен то есть это нужно понимать у нас пока это очень плохо понимается именно в казахстане есть люди не могу сказать чтоб вообще этого нет есть но очень-очень мало если взять опять же у меня достаточно много художников но всем известный италия да развита этими богатыми людьми у них это стоит на высоком как бы таком инвестиции художников инвестиции в творчество в искусство они покупают искусство готовое то есть же там картины скульптуры ювелирные изделия там или ювелирное это и у нас пойдет у нас это пойдет главное деньги вкладывая то есть это это все искусство потому что опять же пройдет века пройдут года картина сегодня стоит там пускай 50 тысяч деньги она завтра будет уже стоит 70 тысяч деньги через 10 лет он будет стоить сто семьдесят тысяч деньги она дорожает извините а есть какие-то предметы произведения искусства которые с годами подешевели я пока такого не видела честно там тренд только в одну сторону и должна быть сохранность да конечно это конечно либо как человек должен оберегать себя также он должен заботиться о любом любом искусстве то есть те же самые картины они должны быть очень-очень к ним трепетно надо себе как к ребеночку видите а вот в свете падения нефтяных цен я так понял то что делается руками и творчеством это в касание это ниша будет расти людей будет в ней больше да я считаю да а инфраструктура под это она на данный момент вы бишкек говорите вот какие у бишкека конкурентные преимущества перед алматой почему у них это лучшие ресурсы у них как я понимаю может быть я ошибаюсь да у нас казахстане все равно много больше ископаемых у нас немножко другая экономика построена у них экономика ниже да у них нет там полезных ископаемых у них нету нефти то есть это у них есть человеческий ресурс а что могут человек может человек все что может руками творить он и творит то есть у них вот это вот уже поставлено очень очень давно на поток а к нам сейчас мировой рынок пришел на помощь он убирает нефтяные излишества да и получается что вот это творческих людей хватает у нас очень много творческих людей я сталкиваюсь с потрясающими ребятами которые творят такое что просто вот меня дух захвата то что они делают а в каких сферах у меня есть друг который тоже закончил детскую школу искусства я с ним дружу очень много лет и буквально лет так наверное 6 узнал что он ювелир причем самоучка ювелир то что он делает вот блин для меня это что-то фантастическое но он этим опять же не может так много зарабатывать да потому что опять же камни дорогие металл очень дорогой то есть ему нужен какой-то оборот он зарабатывает еще и другие побочные больше на поэта как хобби и самореализация да потому что когда ты офисный понтон тебе реализоваться трудно да а когда ты скульптор по дереву это уже да это люди вдохновение это получается знаете когда говорят же люди творческие они немножко другие то есть это мне кажется творческие люди они рождаются и просто приходит тот период времени когда вот это вот творчество у них выходит наружу и они просто начинают творить им уже не важно что там что они носят бывает я много таких людей у меня в семье есть художника дядя со стороны отчима ему когда он занимался творчеством сейчас он немножко отошел от этого ему кажется было вот я смотрел в детстве на него что в чем он одет ему было неважно главное чтобы у него было там материал краски кисти чтобы он думал что-то там работал вот и опять же люди чем старше становятся мне кажется они более становятся духовными и все что приближено к вот искусству творчество там к литературе можно сказать это душа ближе но и слава богу вот 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 сделано в казахстане это ниша тоже есть и люди этим живут работают реализуются большое спасибо у нас гостях это была алиса алиса артенева художник спасибо до свидания